здравствуйте дорогие подписчики гости моего канала меня не было 22 дня орхидейки оставались без меня вчера вечером приехали и вот сегодня без прикрас хочу показать в каком они состоянии никакие листики еще не протирала вот успела в некоторые только вчера пол-литра буквально воды я вылила которые были вот недавно пересажены или совсем сухие то есть сегодня будем этим всем еще заниматься смотрите распустилась моя чудесная бабочка бабочка пескара которую мы с вами лечили от гнили шеи сейчас это уже не видно она уже и пересаженную другой горшок и это вот укуса на листе это марина покусала и вот еще укус не знаю фишка какая-то была у нее такая одно время именно этот цветок грызть смотрела в окно ждала родителей и грызла в итоге лист вот цветет она на двух цветоносах вот так вот пышненько каскадом уезжала были бутоны а приехала вот к такому букету очень красивая орхидея хорошо успеваю хоть правда смеркается уже время около трех часов дня но успеваю хотя бы днем снять тоже вечером я съемки не делаю потому что плохое освещение а с досветкой кто со мной на канале знаете я снимать не люблю также она тут оторвала по моему три бутона в том числе вот веточка тут еще должна была вот такая быть то есть был вообще что-то невероятное но дети маленькие есть дети пишут мне что многие не разрешают подходить я тоже не разрешаю но не наказываю поэтому наверное не бояться вот так не знаю какой ракурс выбрать как-то они так водопадное цветение такое вот красивая конечно такая вот пескарка гниль у нее шейки было вот в этом месте но такой уже большую большой кус на роз самом большом горшке от партер такая вот красотка конечно невозможное просто невозможная красота вот такой фонтан прекрасный прям смотрю на нее и млею поставила вчера на комод когда я уезжала она стояла именно здесь именно на этой кровати на спинке вернее кровати сейчас покажу вам что здесь стоит и покажу как еще стояли цветы именно в каком расположении оставляла я воду перед отъездом я все горшки замачивала неважно фитиль партер потому что я понимала что работают батареи дома очень душно это моя стоит и рэндопкин я вот так уже это не требуется немножко во-первых выпрямляла ее во вторых куст очень такой тяжелый он заваливался и и единственную всех я поливаю реже чем другие других потому что вот так горшочек трогал он тяжеленький и пропускаю некоторые поливы потому что корни очень реагирует на чрезмерную влагу в принципе все себя чувствуют нормально но вот мы лечили с вами легата листья легата мы с вами и пересаживали я сниму еще отдельное видео про нее буквально вот сегодня завтра потому что буду вот решать что-то с этим листом посмотреть какая страсть вот но я ее больную купила уже мне писали вот зачем вы рассказываете был продавец она пожалел вот но должна рассказывать про все что есть тем более продавца я наоборот благодарила и имени говорил это не интернет-магазин пугает конечно вот это вот желтизна но буду снимать видео все подробно расскажу олега то бабочки так это моя бабочка у нее тут были пятнышки вы не смотрите я просто профилактически абсолютно замазала максимум были такие небольшие пожелтение сезон влага сухость я ее только пересадила обрезала ей магазин и цветонос один был уже обрезан видимо в магазине а второй я сама обрезала пересадила для того чтобы она наращивала листья корни она мне тут же буквально наверное через неделю не прошло она мне выдала два цветоносика но они смотрите такие коротенькие то есть она вырастила цветоносы ровно настолько насколько у нее хватило сил но и будет очень конечно же интересно бабочки они будут или нет с корнями также в принципе нормально все вот растут новые корни в горшке я вам также отдельно снимал про нее обзор это я полотенчика оставила именно для легат с мая потому что они у меня две вот эти орхидейки недавно пересаженные и я подумала мало ли холодные подоконники хотя вот рогу они теплые но погода могла бы опуститься и намного ниже были бы может прохладной где-то поддувала где-то чего-то и я все-таки решила на всякий случай вот такое вот полотенчика из микрофибры оставить для них они стояли именно вот так вдвоем также на спинке у меня стояла стюартиана посмотрите сколько бутончиков так вот уже видите света меньше вот столько вот разветвлений это все вот от стюартианы и также еще один думала детка нет цветонос почему такая ножка начались тоже не мог но еще было желтое пятно я сняла лист посмотреть что с ней вот потому что на листе было пятно как будто гнила шея она вид у нее был неважно я ее также по моему замачивала в топсине если я не ошибаюсь есть память не изменяет и вот этот верхний лист у него видео снимала про заболевание листьев орхидей показывала вам стюартиану рассказывала что с ней посмотрите ссылки я оставлю все в конце видео и в описании видео чтобы вы посмотрели кому интересно и вот как только я ее обработала топсином обрезала ли замазала максимума она тут же выдала вот второй цветоносик видимо лечение помогло но не знаю насколько справиться в принципе растение это крупная уже взрослая но вот такой вот конечно цветонос ну в том году она тоже цвела около 40 бутонов умница моя друженица и покажу какое здесь еще третье растение стояло на спинке когда я уезжала поставила я их здесь потому что длинные цветоносы я боялась что я уеду цветоносы еще вырастут упрутся в окно в принципе я была права вот эти бы все цветы были бы в окне как говорится им и замерзли бы отсохли завяли и третья орхидейка которая стояла здесь цветоносы были повернуты к окну и вот как раз видите чуть чуть еще совсем чуть-чуть и так и так упрется хотя стоит видеть как далеко от от самой рамы а это сара блаж бантик бобулетка даже без воды очень тяжелое растение потому что огромная шикарная корневая система цветет бесперестанно сейчас у нее получается сколько цветоносов то 33 цветоноса вот просто я тут завязала свое время сейчас давайте развяжу покажу вам эту красоту она достойна этого конечно против света снимаю красоты вот этой всей может быть и не видно но покажу вам цветочки видите на конце такие меленькие здесь покрупнее как и у стандартных у всех цветов посмотреть это невозможно так почему мне не фокусируется вот невозможная красотища конечно просто нереально когда солнце светит это просто изумруд какой-то красоты так может получше будет так сара блажь бабулетка очень красивая очень три цветоноса вот этот цветонос более такой крупный в плане больше на нем цветочков но почему-то удлиненный но я практически уже с весны не включая досветку сейчас зимой стала включать но когда получится когда не получится когда муж выключит смотрит что-то там вот то я на работе поэтому они в принципе практически без досветки все растут конечно включаем все равно она помогает час вот вас не было 20 дней и соответственно досветку естественным никто не включала они сами по себе распускали бутоны жили сами по себе даже не поливались и вот второй третий цветоносик плохо видать свет такое сейчас время суток неудачно так получается здесь еще 4 красивых цветочка и здесь красивых 4 цветочка но они еще не до распустились бутончики то есть распустится это будет еще красивее жалко у меня нет таких широких подоконников чтобы поставить и просто любоваться этой красотой просто невозможно какая красота моя сара влаш бантик погибла цвела тоже постоянно а мы брали с подругой вместе у нее два года вот это вот именно растение не цвело вообще ни разу после покупки и я попросила группа дай пожалуйста мне я говорю пусть цветет не цветет но пусть она будет и слава богу спасибо ей за это большое она продала но это было уже давно вкус был намного меньше и она у меня цветет после этого без перестана единственное у нее есть такая фишка и у моего куста была такая фишка что они иногда выстреливает цветонос и замораживает она его не растет на этом же кусте уже штуки две или три таких цветоносов было но ничего так ребят давайте видео будет наверное такое не короткое видите плохо фокусирует не буду вам все растения показывать так в принципе все в хорошем состоянии вот это вот отсушила цветонос будут реже так здесь сога и до большой уже куст из 1 и 7 растет но не хочет свести пока что не знаю так это вот прекрасная тоже бабочка берочка где baby smile butterfly очень тоже симпатичная такая огненно-оранжево-красная бабочка но и она очень употребляет много воды наливала тоже замачиваю наливала вот воды буквально до дна все выпила еще и сухая осталось и вот видите бутончик сейчас покажу вам бутончик засушила она видимо из-за нехватки воды что ли этот цветонос прекрасно растет развивается листики такие глянцевые хорошие на фитиле растет но весной она уедет к новому хозяину так далее вот такое вот чудо из головы вылетела название это азиатская орхидея она прям малышом 17 процвела двумя цветами и потом долго-долго-долго не хотела цвести что-то там старалась погибнуть но пересадила на фитиль все восстановилась корней куча кустик тоже подрос из главы вылетела сорт но не суть важно очень красивый очень тяжело снимать все фокус теряется смотрите какая красота уже и фокус включая дополнительные все досветку не люблю почему так снимает непонятно сумерки все-таки дают себе знать вот такая вот красота сейчас буду их все протирать насколько времени конечно хватит завтра на работу все мыть протирать самое главное полить конечно же и и покажу вам орхидею мощный куст такой здоровенный это орхидея повороте бабочка опять же вот сейчас просто на просвет она более яркая более сочная сейчас видите распустилась более пятнистенько обычно вот этих даже пятнышек и нет она прям свекольна такая свекольного яркого цвета брала я вообще эту бабочку в первую очередь из-за куста то есть кустик был намного меньше то есть вот в половину куз был но у него листья как веер и до сих пор растет куст вот такими вот подушками хотела попробовать вырастить я детку от него когда вот цветоносами занималась значит от мая цветонос стала цветонос второй раз намазала срезанный цветонос тоже по моему цветоносики дает в общем буду смотреть вас попробовала также на повороте намазать но к сожалению вот растет цветонос я его удалю я не даю ацеткининовой пасты расти цветоносом я их удали они не нужны и вот тут уже сама по себе ну как тоже от пасты могу снимать тоже растет по моему цветонос подожду еще мало ли иногда они растут растут хоп и листья начинают и я конечно же все удалю прямо обрежу вот это место с пастой я не даю свести вот этим цветоносом мазала давным-давно один раз и вот куста огромный большой взрослый корневая шикарный куст решил намазать в этом ничего страшного нет когда куст здоровый абсолютно ничего страшного то есть не бойтесь как бы я вот уверена в этой орхидея намазала цветет без перестана то есть вот в том что ну вот эти все цвел вот на чем держится другие цветонос в общем одни палки-палки это все он цветет без остановки сейчас на двух цветоносах но видите как страшно получилось некрасиво я имею ввиду то что я его крутила вертела туда-сюда то есть то влево то вправо цветоносики немного в разные стороны смотрят видите один туда вправо другой влево и когда они распустятся просто не очень будет удобно любоваться ими а так в принципе ничего страшного и уж назову коль вспомнила это орхидея называется микки крон азиатская может кому-то интересно будет что за красота ну и давайте пойдем в другую комнату так в зал не пойду там детки ну совсем уже пораньше все-таки надо было время выбрать это дикий кот цветет он очень скромно это цветение ставлю фото как он свел до этого хотя был он моложе намного но кто опять же со мной на канале знают его очень-очень много раз травила от клеща то есть он был полностью плодом клещом листья увядали желтели здесь была как будто гниль на шее но потихонечку восстанавливается профилактические его также обрабатывала каким-то препаратами разными и массаем еще каким-то не сараном думала вообще он помрет но ничего нормально живет но его периодически так и буду обрабатывать от клеща как его съели это конечно какой-то кошмар очень пожрали круто клещи я так скажу что поживились но смотрите цветов мало но они какие красивые прям разводами вот эти вот лепестки с рюшечками ой прям вообще прелесть обожает растения расцвел дикий кот будет свести без года два у меня последний раз наверное цвел очень шикарно так вообще не видно так это орхидейка фламинго джаз фламинго джаз стояла около балкона двери и отсушила несколько бутончиков но все равно цветение не пышная хотя по сути дела по сорту он должен свести по пышнее поэтому конечно не особо я им довольна 4 цветка но очень интересная потому что вот каждый цветок не повторим видите здесь как раз и здесь до абсолютно разного посмотрите вот у него даже вот эти вот веточки окрашены очень красивый вот и посмотрим с этой стороны на цветочки опять же посмотрите каждый цветок не повторим абсолютно разный окрас абсолютно видите очень красиво растения оно большое просто запылившийся растет она не на фитиле это я наливала воду в кашпо перед отъездом побольше и шнурок лалду может быть шнурочек потянет воду к верхним корням фламинго джаз ну по крайней мере у меня очень любит попить такой водохлюбик красивая орхидея так это орхидея про который я вам рассказывал подарил муж на карантине всю больную есть видео об этих болячках вот видите какие листья были это уже вот выросли домашние листья под это она тяжелая и не пересажены так вот видите вот это все гнилье усохла не пересажено растения посмотрите видео рассказывала про нее не так давно выходило видео цветет бесперестанно просто цвет такой нежно розовый мне не очень нравится единственное то что я уже говорил то что вот видите вот эти полоски не очень не их люблю но орхидея благодарная прям звездочка цвет такой насыщенная губа прелестная цветок крупный очень на сантиметров 9 а то и 10 цветы прямо реально как мотыльки очень крупные не знаю что с ней делать вот но пока пусть растет вот новые листочки опять же на старом цветоносе ответвления стоит у меня на стеллаже под досветка сейчас стоял далеко от окна но опять же очень хорошо себя чувствует распустила все свои цветы и вот должна быть красоткостью артиана нобелес должна была быть но без воды и света тоже стояла на тумбочке она все свои бутончики отсушила но она не выдержала вот растет конечно ответвление но посмотрите сколько бутонов должно было быть не ожидала я что она так быстро прям просохнет и отреагирует на эту сухость посмотрите какой цветонос потому что в принципе у нее влагоемкий грунт но и как видите отреагировала не особо жалко она у меня еще ни разу не цвела у своей предыдущей хозяйки она цвела а у меня нет поэтому я конечно точно знаю что это стюартиана нобели нобелес но очень бы хотелось посмотреть на домашнее цветение к сожалению опять придется ждать и это не мой пират пикот бабочка это пират пикот бабочка на передержке чтоб хозяйка не переживала покажу вам с ним все нормально растет новый листик все хорошо тоже опять же будет поливаться такие вот корешки вот такой вот растение то есть то что растет новый лист это успех и я наталью говорила обрезать цветоносы потому что поедет она к ней только весной и если бы он час цвел он бы скорее всего не лист ни корни новые не дал он бы тратил все свои силы на раскрытие бутончиков а так он уже поедет к ней с новым листом и я надеюсь с новыми корешками растущими в фазе роста и уже у натальи он зацветет домашним цветением я и отправлял даже видео о том как я обрезаю цветоносы чтобы она была уверена что это именно пират пикот бабочка и когда я уезжала видите поставила на газетку вложила бумажками почему такие меры были потому что я только-только его пересадила показывал он тоже все свои новые цветы и уехала а так как там свежая кора который быстро впитывает влагу это я вчера тоже чуточку подлила водички я побоялась что не хватит ему сил вот мне кажется видите кнопочка корешка раскуплилась я его не вытаскивала из горшка опять же говорила показывала я вытряхнула корой и в дело фитиль то что кора от него осталось она так и есть который прилипшие который просто осталось а так я вытряхнула корни вот эти нижние прилипшие были горшку и просто вытащила вот эту губку ненавистную в которой были еще деткины листья и фласочные которые начали уже гнить это получается внутри горшка так что хорошо что я это сделала и вот уехал он был весь мокренький плюс там была водичка обложила бумажкой ну конечно ее ненадолго хватает можно было бы этого и не делать она прям просыхает моментально но мне посоветовали я так сделала мог сюда класть было некуда видите все равно корней много я конечно же уберу эту бумагу коль я дома она не нужна это просто в целях вот то что я уехала поэтому так и сделал так давайте посмотрим смотрите значит отсушила цветочек тут цветут и как уже вот она распускалась видите полу пилориком вот цветочек я вам его показывала он полу пилорик вот этот лепесток вернее видите он и не открыт до конца вот так вот на кончике уже цветочки мелкие видите и вот смотрите с этой стороны еще один цветочек такой лепесточек опять же полу пилориком это он распустился мое отсутствие здесь большой большой защип прям большой если повернуть видно что цветок не до конца открыт я пилорики не люблю но в таком виде что чуть-чуть прикрыт цветок и видите когда идет вот такой лепесточек он окрашен полностью такой малиновый цвет и вы знаете чем чуднее тем прикольнее как говорится мне нравится у него не стала обрезать цветочки оставила все таки на свой страх и рис хотя я люблю у новых орхидей в магазинах обрезать цветоносы чтобы орхидея набирала сил чтобы орхидея не тратила свои ресурсы на раскрытие бутонов самое большое не устаю говорить и колоссальные она силы тратит именно на раскрытие бутонов на наращивание цветоносов но так как много корней достаточно много и сам кустик не крупный сам по себе пират пикот но сам кустик хорошем состоянии корешков много я решила оставить полюбоваться этой орхидеи вот посмотрите поэтому она стоит в комнате в комнате я уже развернула ее прямо во внутрь комнаты и любуюсь ей мне очень нравится в один момент захотела искала какое-то время и нашла и нашла вот этого красавчик просто потрясающе ну что еще сказать так что осталось на кухне беленькая орхидейка но там много цветов уже не пойду я туда а еще одну забыла показать интересную иначе она у меня цветет вот уже начинает цветать это орхидейка моя любимица ретро сплэш было видео когда у нее подныли корни в другом горшке но в остальном она не проблемная абсолютно никогда мне не приносило никаких проблем вот появилась как перенесла в эту комнату опять же снимала видео говорила появилось пятно это сын открыл балкон решил проветрить полдня он был открыт и она стояла рядом с балкона может испарение скорее всего было из грунта от такой влажную вот прошло 22 дня я трогаю шея крепкая здесь было очень большое пятно мокнущее пятно я замазала своим любимым препаратом максим и как раз я уехала можем посмотреть вот поэтому самое главное вот я по приезду трогаю что все жесткое все твердое если бы внутри было что-то мокнущее гниющее за 22 дня я приехал бы вот так дотронулась и кузба весь рассыпался она умница отсушила но вот этот листок я снимала этот листок она сама отсушила на ресурсы из него взяла так что я так предполагаю надеюсь предполагаю что с ним будет все хорошо это орхидея азия которая кстати говоря недорого стоит каждый в принципе может ее себе позволить купить это не какая-то коллекционная просто я от нее балде она очень красивая естественно цвет не передается в полумраке да и свет я включила желтой в комнате она просто потрясающе ребят я вам ее очень советую red rose splash называется орхидея просто потрясающе всегда цветет пышно это в этот раз вот уже она цветает вот должны должно было быть ответвление ну вот у нас гниль под подвела вообще советую при гнилях также обрезать цветоносы оставила оставила полюбоваться ею еще раз вот после видео как я отсылала для вас обзор решила искупать свои цветочки некоторые ванны смыть с них пыль и для профилактики клещей других насекомых все дочь вот посмотрите эту орхидейку я вам как раз показывал на двух цветоносах она мне еще нравится пескара тем что у нее очень крупные цветы и смотрите руки крюки морда ящиком так жалко даже муж сказал ну ничего себе какие крупные цветы они на самом деле очень крупные я сломала вот целую ветку целый цветонос этих прекрасных бабочек больших они просто изумительные я не знаю мне попадется где-то пескара бабочка я еще раз куплю смотрите какой крупный цветок и она не скупится на цветение но очень жалко поставила вот в горшочек но уже ничего не сделаешь может быть еще когда ребенок лазил не знаю вообще сейчас заделал он так лихо отломился как будто он был надломан и отрез видите суховатый в общем некоторые из них я сейчас полью не решила еще насчет пескара все-таки побавилась так как холодно а вот такие попроще все составила ванны вот в личузе вообще давно давно не поливала прекрасно растет растение в личузе ну все ребят вот такой вот обзор конечно получилось 30 минут но хочется когда редко снимаешь видео более подробно все рассказать и пояснить с вами была не румянцева кому понравилось видео ставим лайк задаем вопросы подписываемся на канал всем пока пока